Добрый день на 12 канале час новостей студии Сергей Лесков в коротко о главном. Смертельное ДТП в Омске на улице Омской разбился мотоциклист подробности трагедии. Регистрация продолжается. В областном избиркоме еще несколько человек получили удостоверение кандидатов в депутаты Госдумы. За заслуги Виктор Назаров вручил знаки отличия, кого удостоили высоких наград. Сельхозтехника, лифты и даже автобусы Омской области посетила делегации из Белоруссии. Какие планы на дальнейшее сотрудничество? Его имя навсегда останется в истории города. На проспекте Королева начали устанавливать памятник легендарному конструктору. Не заметил провода на улице Заозерное в районе Сибади. Больший груз порвал высоковольтные троллейбусные провода. Кабель повис над проезжей частью, из-за чего образовалась пробка. Скорость на этом участке дороги упала до 20 км в час. Почтливой случайности погибших и пострадавших нет. Троллейбусная сеть находится под напряжением до 600 вольт. Впрочем, ремонтная бригада подъехала оперативно и принялась за починку высоковольтной линии. Сколько примерно времени уйдет, чтобы остановить тень? Часа три, не меньше. Часа три, не меньше. А как все произошло? Водитель в Ускорске? Нет, конкретики никакой не было. Я так предполагаю, что крюками погрузочными зацепился, потянул. Почему не обратил внимания? Но это только он может сказать. Ну а расскажите, то есть вы как протащили, вы как заметили вообще, как получилось так? Ну и зашатались провода. Все. Сразу понятно. Полицейским теперь придется разобраться, кто виноват, невнимательный шофер или организация, в виде которой находится контактная сеть. Известно, что на этом участке троллейбусы и трамвай не ходят давно. И вполне возможно, что за кабелем попросту не следили. Со временем он мог провиснуть, создавая тем самым угрозу для большегрузов. Ну а накануне в Омске произошла авария со смертельным исходом. На улице Омская погиб мотоциклист. За жизнь его пассажирки борются врачи. Байкер на полном ходу врезался в автомобиль. Как сообщили очевидцы в соцсетях, скорость движения была не меньше 130 км в час. 25-летний молодой человек погиб. Пассажирка сейчас в больнице. Один из знакомых байкер рассказал, что с девушкой тут познакомился буквально за несколько минут до трагедии в одном из баров. Она попросила прокатить ее с ветерком. Погибшим мотоциклистам говорят, что он житель Новосибирска. В Омск приехал в гости к брату. За рулем байка первый сезон и большого опыта управления мотоциклом не имел. В региональной полиции сообщили, что столкновение допустило водители на марке. Она не уступила дорогу, поворачивая влево. Еще одно ДТП. Правда, на метром мосту автомобиль «Форд Мустанг» врезался в отбойник. Видеопроисшествие уже появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что после светофора автомобиль несколько раз перестраивался. На сленге автомобилистов играл в шашечки, после чего влетел в ограждение. Через несколько секунд вышел водитель. Им оказался 36-летний мужчина. Позже выяснилось, что в машине находился он не один. С попутчицей женщина после аварии доставлена в больницу. По предварительной версии причиной ДТП могло стать то, что водитель не справился с управлением. Другим темам набережная у речного вокзала может обрушиться. В мэрии сообщили о том, что она находится в аварийном состоянии. Подземные воды разрушают грунты при массовом скоплении людей. Пешеходная зона попросту может не выдержать, что приведет к трагедии. Сейчас определяют масштаб предстоящих ремонтных работ. В связи с этим все массовые мероприятия на площади имени Бухольца, посвященные 300-летию Омска, отменены. А мячей просят обходить набережную стороной, дабы не рисковать жизнью. Областная избирательная комиссия сегодня зарегистрировала еще нескольких кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам. По 139-му удостоверение вручили пяти претендентам, выдвинутым политическими партиями. Виктору Шрейдеру от Единой России, Сергею Костареву от Яблока, Алексею Клепикову от ЛДПР, Николаю Артемьеву от Гражданской платформы и Игорю Басову от Парнаса. На 141-м округе члены избирательной комиссии единогласно проголосовали за регистрацию кандидатами в депутаты Госдумы Бориса Мельникова, представляющего партию Яблока, Ольги Аргат, выдвинутой Парнасом, Олега Колесникова, идущего на выборы от Гражданской платформы и действующего сенатора Единоросса Андрея Галушко. Получив документы кандидатов, Виктор Шрейдер и Андрей Галушко заявили о том, что думскую кампанию на этих округах никак нельзя назвать схваткой между только двумя претендентами от Единой России КПРФ, исход ее отнюдь не предрешен. И главное вести предвыборную борьбу так, чтобы после дня голосования всем кандидатам можно было без стыда смотреть в глаза друг другу. Ну если говорить о 139 округе, там 9 кандидатов, помимо Алехина и Шрейдера, они такие же кандидаты, с такими же правами, с такими же полномочиями и с таким же желанием быть депутатами Государственной Думы. Поэтому, я думаю, говорить о том, что только два реальных кандидатов, совершенно неправильно. 18 сентября это не последний день Помпеи. Нужно весь этот этап пройти так, чтобы 19 сентября, когда наступит и 20-е, можно было друг другу смотреть в глаза, пожимать руки и не сделать ничего, за что потом будет стыдно. Вот я всех соперников, и в том числе их команды, и свою команду настраиваю на то, что 18 сентября ни для кого не последний день жизни. Жизнь продолжится потом, и нужно пройти весь этот период, период честно, достойно, прилично и так далее. Вот я собираюсь свою компанию строить ровно так. Пока будущие депутаты проходили процедуру регистрации, депутаты действующие обсуждали возможные изменения и доработки недавно принятых Госдумой законов, в частности, изменения к закону о торговле. Депутат от Единой России Ирина Яровая по видеосвязи общалась с однопартийцами в регионах, которые возглавят специальные мониторинговые группы, призванные следить, как работают изменения. Пока вокруг последней версии закона о торговле, существенно изменившейся тему отношений между ритейлерами и поставщиками, не утихают споры. Накопленная при мониторинге информация ляжет в основу возможных в дальнейшем корректировок правил игры, которые законодатели установили для торговых сетей. Мы сегодня должны посмотреть и внести свои, я бы сказал, предложения, дополнения в реализации данного закона. Для этого мы, я думаю, в ближайшее время, буквально сегодня, соберем первое заседание, будем работать совместно, безусловно, с антимонопольщиками, будем работать совместно с представителями сетей, будем работать с городской властью, кто отвечает у нас за торговлю, безусловно, конечно, с нашим министерством экономики в Омской области. Областная прокуратура потребовала смягчить приговор Юрию Гамбургу. Напомню, 8 июня Центральный районный суд признал виновным бывшего вице-губернатора в превышении должностных полномочий при продаже муниципальных земель и назначил наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Такой вердикт оказался неожиданным даже для стороны обвинения. О ней попросили для подсудимого 4 года тюрьмы. Вот спустя полтора месяца государственные обвинители подали апелляцию в областной суд с требованием пересмотреть спорное решение и уменьшить наказание. Адвокаты Гамбурга, в свою очередь, тоже обратились в областной суд. Правда, они требуют полного оправдания своего подзащитного. В Омской области Беларуси, возможно, уже в ближайшее время откроют совместное производство сельхозтехники. Такие планы озвучили сегодня на заседании Международной комиссии в правительстве региона. Белорусские партнеры приехали в наш город, чтобы заключить соглашение о партнерстве на ближайшие три года. До этого подобный документ обе стороны подписывали в 2013-м. В рамках соглашения Беларусь и Омская область будут увеличивать торговый оборот. Белорусские экспериментальные заводы сегодня производят уникальную технику для сельхозработ, например, для посадки, сбора и упаковки овощей. Также в Омск планируется поставлять лифты, грузовые автомобили и автобусы. Наши заводы, в свою очередь, продают белорусам спецсредства связи, синтетический каучук и многое другое. Из-за кризиса по сравнению с 2013-м товароборот упал больше, чем в два раза. И поэтому сегодня на заседании обсуждали, как его можно увеличить. Один из способов создавать совместное производство, как вариант той же сельхозтехники. Это должна быть не просто отверточная сборка. Это нужно действительно получение нового продукта, который был бы конкурентно способен на рынках и лучше тех импортных аналогов, которые сегодня поставляются. Сегодня нужно делать и ту технику, которая подойдет и частному подворью, и мелким предпринимательским сельхозпроизводителям. Здесь сегодня нужно говорить и о ценовой политике. Сегодня она должна быть окупаемая техника, она должна отрабатываться на тех полях, которые сегодня есть. Хорошие примеры уже есть. Так, в городе Могилев был открыт Омско-Белорусский завод по производству техуглерода. А в нашем регионе на базе Сибирска по белорусской технологии собирают жадкие зерноборочные комбайны. Сегодня есть планы начать производство доильного оборудования на базе Омского экспериментального завода и техники для заготовки кормов на Калачинском механическом заводе. Делают ставку белорусы и на совместное производство экологически безопасных автобусов и трамваев. Сегодня мы видим экономически хороший продукт, это совместный трамвай, который сделали. Это учет интересов и потребителя, и покупателя. Вот эти проекты мы будем развивать. Мы сегодня обсуждали проекты транспорта будущего для города. Это экологический транспорт, это электробусы. В Омске установили бюст основателю советской космонавтики Сергею Королеву. Официальное открытие памятника выдающемуся конструктору состоится 3 августа на одноименном проспекте. Бюст выполнен из мрамора, постамент из красного литьевого гранита. Высота памятника около 3 метров, постамент с двух сторон украшен цитатами основателя космонавтики. Отмечу, что Королев трудился в конструкторском бюро имени Туполева, которое в июле 1941 года было эвакуировано в Омск. Вскоре конструктора назначили заместителем начальника сборочного цеха. Он занимался разработкой и строительством бомбардировщика Ту-2. Но между тем, завод имени Баранова сегодня готовится отметить вековой юбилей. Его омская история началась осенью 1941 года после эвакуации с линии фронта. Но основано предприятие было еще в Царской России в 1916 году. Свои сто лет завод встретит обновленным. Работники в цехах осваивают новое оборудование. Изменился и внешний вид корпусов. Украшением города стал сквер у проходной завода. Это подарок омечам от заводчан к 300-летию Омска. Наш материал. У двигателя знаменитого самолета МиГ-29 тоже есть имя. Скорость, маневренность, высоту и дальность полета истребителя обеспечивает железный агрегат РД-33. Это один из двигателей, который сегодня выпускает, ремонтирует Омское моторостроительное объединение имени Баранова. Моторы, в производстве которых участвуют Амичи, поднимают воздух самолеты Як-130, Су-24, Ил-114 и другие воздушные суда, в том числе вертолеты. С 2011 года, когда завод стал филиалом научно-производственного центра газо-турбостроения «Салют», предприятие в пять раз увеличило объемы выпускаемой продукции. Те результаты, которые Омское моторостроительное объединение уже показало, в частности, в части импортозамещения. Например, двигатель АИ-222-25 за кратчайшие сроки был освоен газогенератор. И если раньше данный двигатель собирался в пропорции 50 на 50 с Украиной, то с февраля 2015 года данный двигатель собирается полностью из деталей российского изготовления. И именно это вселяет в меня уверенность, что завод Баранова справится с возложенными на него задачами в части освоения новой техники. Сейчас на предприятии полным ходом идет модернизация. Коллектив осваивает новые станки и технологии, и, конечно, еще более современные модели двигателей. Что отразилось и на зарплате сотрудников. За последние пять лет она выросла вдвое. Кроме того, на Омском моторостроительном объединении имени Баранова сегодня действуют меры социальной поддержки работников. К примеру, единовременные выплаты при вступлении в брак и рождении ребенка. Предприятие поддерживает сотрудников, которые получают профильное образование в среднепрофессиональных и высших учебных заведениях. Им гарантированы выплаты при поступлении в учебное заведение, при переходе с курса на курс и при получении диплома. Алена Гущина, Святослав Клименко, 12 канал. Более подробно о том, как Омское моторостроительное объединение имени Баранова готовится к юбилею, вы узнаете сегодня сразу после итогового выпуска «Час новостей». Смотрите программу «Тема дня». За заслуги перед регионом и доблестный труд выдающихся мечей сегодня отчествовали в областном правительстве. Перед самым 300-летием города почетные звания Омской области присвоены инженерам, строителям и педагогам. Как отметил губернатор, в регионе развиты промышленность, сельское хозяйство и культура. И во многом благодаря именно присутствующим в зале. Всех вас объединяет одно. Ваше отношение к делу, ваш профессионализм, ваше стремление сделать наш регион лучше. И безусловно, я считаю, что, знаете, кто работает, тот всегда молод. И вы много сделали для региона. Но я думаю, что у вас впереди можете много сделать для того, чтобы регион продолжал развиваться. Так, почетным гражданином Омской области стал председатель ЗАГСобрания региона Владимир Варнавский. Ведущему научному сотруднику НИИ приборостроения Якова Перцеля указом президента присвоено почетное звание заслуженной машиностроительной Российской Федерации. И распоряжением губернатора Виктора Назарова сегодня наградили медалью «Отцовская доблесть» Антона Кудрявцева. Напомню, ранее многодетный отец был признан народным героем. Он в одиночку воспитывает шестерых детей. А вот какие материалы наши корреспонденты готовят к вечернему эфиру. Смотрите в 20 часов. Вместо моря Любинский проспект и Птичья гавань. Жители Свердловской области уже который год подряд с удовольствием приезжают отдохнуть в Омск. В Екатеринбурге даже появилось агентство, которое специализируется на продаже путевок в наш город. Ну а вне празднования 300-летия от туристов и вовсе нет отбоя. Поэтому для самых любознательных организовали дополнительный праздничный тур. Почему уральцев так тянет в Омск и сколько стоит такое путешествие? Антоний Малахевич прогулялась по гостевому маршруту и убедилась, что посмотреть туристам действительно есть на что. Главное не паниковать, а быстро соображать. Группа энтузиастов из Омска разработала уникальную методику тренировок для выживания в экстремальных ситуациях. Спортсмены совместили физические нагрузки с умственными. Например, во время подтягивания на перекладине они играют в города или складывают трехзначные числа. Как такая арифметика поможет доплыть до берега или отбиться от хулиганов, выяснял Никит Смирнов. Все на Омскую ярмарку. Сегодня премьера сюита Омского русского народного хора. Это подарок городу к юбилею. Зрители познакомят с историей, культурой, традициями и обычаями родного края. Окунуться в ярмарочную жизнь Омска конца 19-го, начала 20-го века помогут костюмы, в которых на сцену выйдут артисты реквизита, также видеоэкран, где будут демонстрировать ретро-фотографии и репродукции картин русских художников. В зрелищном представлении задействованы больше семи десятков хористов, ну а песни сопровождаются танцевальными номерами. Вслед за Омской областью соглашение о сотрудничестве с Олимпийским комитетом России подписало Министерство обороны. Таким образом, круг партнеров комитета расширяется. Такого рода соглашения, направленные на развитие массового спорта и поддержку спортсменов, уже заключены с рядом регионов и организаций. Срок действия договора с Минобороны до 31 декабря 2020 года охватывает летние Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016-го и Токио 2020-го, а также зимние игры 2018-го в Корее. Соглашение направлено на обеспечение подготовки спортивного резерва, а также продвижение олимпийских ценностей и содействие в патриотическом воспитании молодежи. Как отметил президент комитета Александр Жуков, документ предусматривает возможное привлечение потенциала Олимпийского комитета для решения конкретных вопросов армейского спорта. В частности, более тесным будет сотрудничество с ЦСКА. Также планируют проводить больше массовых мероприятий для детей и подростков. Все наши новости на сайте в интернете 12-й канал.ру. Впереди прогноз погоды, реклама будет короткой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Майонез Ряба 400 грамм 37,90 Довольные покупатели – наша главная ценность. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Кованые решетки. О погоде завтра, 28 июля по области в Омске переменная облачность. Осадки маловероятны. Температура воздуха в районах в ночные часы до плюс 16. Днем воздух прогреется до плюс 28. В Омске ночью плюс 13, плюс 15. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 25. Ветер северо-восточный. 5 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. И пока это все новости. Итоги дня подведем в 20 часов.